Приветствую вас, дорогие братья и сёстры, друзья! Нашу прошлую передачу я закончил тем, что можно возразить, рассказывая о магазине детских игрушек и критикуя, какие там игрушки. А возразить можно вопросом, неужели во всём огромном магазине не нашлось хороших игрушек и игр? Например, а конструкторы лего, а электронные игрушки, как говорят на пульте управления, это ж мечта каждого мальчишки. Да, конструктору лего отведён целый отдел, его рекламируют по телевидению, это яркие, красочные, как уверяют экологически чистые игрушки, которые предполагают конструирование разнообразных сюжетов и картин. Но вот вопрос, каких? Достаточно взглянуть на календари лего, распространяемые, между прочим, бесплатно, в качестве рекламы. И я видел это на выставке «Мир детства». Это что? Это вестерн, это поиски сокровищ фараона, это всемирные катастрофы, космические пришельцы и разнообразные войны. Вот едва ли не главная тематика. И знаете, даже среди православных пап моё негативное отношение к лего вызвало активное несогласие. Игрушки развивают конструктивное мышление, игрушки учат различать цвета, игрушки тренируют мелкую моторику руки. Разве этого мало? Да, это всё хорошо, но игрушки, подобные игрушки, в конечном счёте ориентируют ребёнка на инокультурные образцы, и скрыто агрессивные. А недавно в храме я увидел мальчика, лет трёх, после службы в ожидании мамы, играющего на лавочке с маленькими фигурками лошадей и наездников из лего. Что я там увидел? Крохотные лица в широкополых шляпах были нахмурены и оскалены. Один особенно агрессивного вида, с открытым ртом и выпученными глазами, видимо, изображал воинственную ярость. И вот, подняв глаза, я увидел икону, икону святого Георгия Победоносца. Лик божественный, лик которого был умиротворительно спокоен в то время, как копьё пронзало змея. Да, именно так. Гнев и ярость не должны проникать в сердце воинов. Доблесть славянского оружия всегда сочеталась с милосердием к поверженному врагу. И мне невольно вспомнились наши старые добрые оловянные пластмассовые солдатики. И подумалось, а зачем нужно детям так однозначно обозначать негативные эмоции? Зачем учить детей ненависти и злобе? Впрочем, может быть, этот мальчик слишком мал, чтобы чувствовать это. «Какие у тебя интересные игрушки!» – обратился я к малышу, который с улыбкой протянул мне лошадку. И вот я ему говорю, дай мне, пожалуйста, самого доброго. Ребёнок посмотрел на каждого наездника, выразительно развёл руками и кратко ответил – нету. Скажите, нужны ли здесь комментарии? Вот что хочется после этого сказать. «Дорогие папы, разумеется, нужно воспитывать в сыновьях смелость, отвагу и мужественность. Ох, как часто этого в вас не достаёт! Но способствуют ли выработке этих качеств вестерн? Неужели крутые ковбои, агенты 007 – это идеал, к которому надо стремиться? Может быть, игрушечные воины, которых вы смастерите вместе с сыном, окажутся более приемлемы для воспитательных целей? На худой конец полезно порыться в антресолях или в дачном чердаке в поисках солдатиков. У сынишки такой поиск сокровищ, я уверен, вызовет восторг. А что хотелось бы сказать мамам? Если вы озабочены, чем занять совсем маленького ребёнка в храме, отнеситесь со вниманием к игрушкам, которые вы берёте с собой. Они не должны диссонировать с общей молитвенной атмосферой и вызывать негативные эмоции. Конечно, невозможно заставить двух-трёхлетнего малыша стоять всю службу. Мамы обычно носят крошек на руках, прикладывая к иконам, дают подержать свеч. Так воспитывается благоговейное отношение к святыне храма. Но всё равно бывает момент, когда малыша невозможно удержать на месте. И чтобы излишней строгостью не отвратить его от службы, вспомните мудрую пословицу «не вольник, не богомольник». Вот чтобы не отвратить от службы, нужно разумно, ненадолго дать выход его бурной энергии, предложить ему подобающую книжку-раскраску, небольшую мягкую игрушку или куколку. Кстати, можно сказать вашему малышу, поучи свою Катю, как надо вести себя тихо, ведь она в храме. Если вам необходимо задержаться в храме, уместно будет, если малыш займётся игрушками, а не будет носиться без надзора. Надо подумать об этом. Но а что же касается электронных игр, то здесь, может быть, стоит остановиться и разобраться отдельно в наших следующих передачах, в нашей следующей встрече. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok